12-летняя Лена Бессольцева приезжает к своему дедушке в маленький провинциальный городок и впервые переступает порог класса. Искренняя и наивная девочка хочет обрести новых друзей, но практически сразу встречает непонимание со стороны одноклассников. Безобидные шутки и розыгрыши очень быстро сменяются жестокими оскорблениями и издевательствами над новенькой. Как оказалось, за нескладной внешностью и ранимой натурой скрывается сильная и глубокая личность. В свои 12 лет Лена уже умеет различать добро и зло и видеть в людях жестокость. Компания обиженных жизнью подростков преподносит девочке бесценный урок, который она запомнит на всю жизнь. Она становится жесткой, но она остается единственным человеком, который сохранил человеческие качества. Арина Косарева выбрала главную роль в постановке не случайно. Характер героини и обстоятельства, описанные в повести, очень близки девушке. Это первая большая и сложная роль в репертуаре юной актрисы. Она видит в человеке красоту, даже если он делает какую-то мерзость, гадость. И она может различить в человеке то, что не видят другие окружающие люди. Единственный, кто встает на сторону новенькой – Дима Сомов. Он старается защитить Лену от нападок одноклассников и становится для девочки настоящим героем. Но дружба между лидером и изгоем класса дает трещину. И добрый мальчик Дима показывает свое истинное лицо. Мой герой, он противоположный главной героине Лене. То есть, если Лена из такой маленькой наивной девочки приобретает более человеческие качества, то Дима Сомов, он наоборот, из такого прям человека, он показывается вначале очень хорошим человеком, все скатывается, скатывается ниже и ниже. Студентам второго курса театрального отделения достался сложный, но очень глубокий материал, с которым ребята справились на отлично. Постановку «Детки из клетки» по мотивам повести «Чучело» отметили на творческом фестивале в рамках проекта «Арт покорения вершин». Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.